Здравствуйте! В эфире национального телевидения программа «По существу». Буквально через несколько дней свой профессиональный праздник отмечают специалисты, которые занимаются здоровьем легких. Причем в глобальном масштабе здоровьем легких целой планеты. 15 сентября – День лесника. О том, чем дышит наша республика, мы сегодня поговорим с министром природных ресурсов и экологии Чувашии. Иван Васильевич, здравствуйте! Наступила осень, значит, что пожароопасный сезон прошел, да? Или я, может быть, ошибаюсь? Или есть чего еще опасаться в сентябре? Добрый день, уважаемые телезрители! Пока пожароопасность не прошла, погода, я думаю, наладится, и жители нашей республики все пойдут в леса нашей республики за сбором грибов. Поэтому самой основной причиной возникновения лесных пожаров является человеческий фактор. Поэтому мы будем бдительны до конца пожароопасного периода. Ну что ж, с одной стороны, хорошая новость, да, что погода все-таки наладится, но с другой стороны, опасность еще существует. А вот все-таки лето, как мы пережили? Много республика потеряла в огне? В 2013 год на сегодняшний день не допущено ни одного возгорания лесного пожара. За 2011-2019 годы для лесопожарной службы выделены средства около 100 миллионов рублей. Из них 75% с республиканского бюджета и 25% с федерального бюджета. Благодаря выделенным средствам мы закупили технику, проводим патрулирование в лесном фонде на квадроциклах, проезжаем в труднодоступных местах, пожароопасный период проводим авиапатрулирование, двухкратное. Для авиапатрулирования выделяются средства с республиканского бюджета ежегодно. В 2011 году допущен один лесной пожар на площади 1 гектар, в 2019 году тоже одно возгорание на площади 0,08 гектаров. Пожарная обстановка на сегодняшний день на контроле университета Чувашьей республики. Ну что ж, один пожар, да, это совсем не то, что было в 2010 году. Хорошо, что в этом году и в прошлых годах такой кошмар не повторился. А как восстанавливается республика, леса республики после 2010-го? Общая площадь, пройденная пожаром 2010-го года, составляет 10,5 тысячи гектаров. Из них 6,5 тысячи гектаров – это погибшие насаждения. На сегодняшний день убрано и расшищено 4,5 тысячи гектаров. Это 71%. Предстоит нам убрать до конца этого года более тысячи гектаров. Мы должны восстановить леса до конца 2016-го года. А оставшиеся неубранные участки мы оставим для естественного зарашивания. Это по границе республики Мариел. Там создадим пожароопасные устойчивые полосы, чтобы не допустить пожаров 2010-го года. А как все-таки идет процесс восстановления? То есть какие культуры сажаются больше всего, например? На сегодняшний день посажено на участках горельников 1700 гектаров. Большинство мы сажаем сеянцами хвойных пород. Ежегодно на питонниках нашей республики выращиваем сеянцы. Около 10 миллионов штук сеянцев. Поэтому мы полностью обеспечены посадочным материалом для восстановления горельников. К сожалению, наши леса гибнут не только в пожарах. Очень многие, думаю, жители республики замечают, что дубы в очень плохом состоянии. А вот это с чем может быть связано? В этом году, благодаря затяжной весне 2013 года, у нас уменьшилась зеленая листоверка. Состояние дубров удовлетворительное. Кроме этого, есть жуки и караеды. Проводя санитарные и оздоровительные мероприятия в виде оздоровительных рубок, санитарных рубок, мы уменьшаем количество площадей. На сегодняшний день у нас около 2000 гектаров поврежденных насаждений. Ну что, значит, здоровье дубов будет улучшаться. Думаю, дубров будет больше в республике. А вот в целом, если смотреть, площадь леса в нашем регионе, она сокращается? Или наоборот, может быть, регион становится все зеленее и зеленее с каждым годом? На сегодняшний день лесистов Чувашской республики у нас составляет 32,2%. Благодаря принятой программе развития лесного хозяйства Чувашской республики в 2019-2020 годы, мы на землях, где не сажались лесные насаждения, сажаем леса. В этом году уже мы посадили на таких участках 3-4 гектара. Мы поэтому увеличиваем лесистость Чувашской республики. Ну тогда в целом тоже, по сравнению, например, с другими регионами, как оцениваете именно леса в нашем регионе, именно эту отрасль? Ну, по проведенным проверкам Рослесинфорга в Приворском федеральном округе из 14 субъектов мы самый лучший субъект по ведению лесного хозяйства. Ну отлично, на этой хорошей ноте, я думаю, да, вы, наверное, хотите сами обратиться к сотрудникам этой нелегкой, прямо сказать, надо отрасли. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, уважаемые труженики лесного хозяйства, уважаемые ветераны, от души поздравляю вас с наступающим праздником, пожелаю здоровья, удачи и благополучия. Хорошего вам праздника. Ну что ж, спасибо большое. Я напомню, сегодня в нашей студии был министр природных ресурсов и экологии Иван Васильевич Исаев. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!